Привет, с вами Велосиком, в руках у меня iPhone 6, тот самый девайс, который позволил Apple стать самой дорогой корпорацией в мире, заработать больше всех бабла в истории бизнеса за последний отчетный квартал и вообще супер удачная модель. Благодаря тому, что курс рубля немножко откатился от доллара по сравнению с концом прошлого года, сегодня стоит плюс-минус 40 тысяч рублей, это уже лучше, чем, согласитесь, 50, но все еще недостаточно, чтобы мы могли пойти и купить его в магазине спонтанно, там, с первой зарплаты. Именно поэтому на помощь нам приходят российские производители, импортозамещение в чистом виде, в руках у меня Ticset Maxi AX, не знаю, как называется, давайте посмотрим, что здесь интересного, но по дизайну, по форм-фактору, по всем основным характеристикам, я имею в виду внешнего вида, он повторяет iPhone 6, сюда бы еще яблочко и вообще, даже я бы, наверное, с первого взгляда мог и не отличить. Поехали! Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина AppleJews.ru Встречают по одежке, провожают по результатам Antutu, в руках у меня коробочка этого замечательного телефона, который носит гордое название TM4982AX Maxi, и что самое крутое, разработан он вроде как в России, и это такое реальное импортозамещение, правда, произведен в Мэйшуньхэ Электроникс Лимитед, район Фунянь, Шэньчжэнь, Китай, срок службы 2 года, после чего он самоликвидируется. Почему я решил вам о нем рассказать? Несмотря на тупо банальное копирование iPhone 6 дизайна, это часто встречается и у китайских собратьев, здесь нет попытки слезать iOS, и это большой респект ребятам, что они не стали заниматься полной фигней. Мне очень понравилось в описании его спецификаций, самое крутое, просто, знаете, вот прям... Это... сейчас я даже найду эту строчку замечательную... Совместимость с i-чехлами. То есть главное, в общем, инновационное вообще преимущество этого устройства, то что вы можете накатить на него чехол от iPhone 6, и будет вам счастье. А мы смотрим, что там внутри. Момент истины, друзья. Раз, два, три... Ну, я на самом деле коробку уже открывал, поэтому знаю, что внутри. Во-первых, сам телефон. Во-вторых, сверху у него была вот такая бумажка, на которой перечислены самые важные, ценные функции и возможности, которые есть внутри. Неинтересно. Но меня в большей степени завораживает, что же у нас в комплекте поставки. Здесь, во-первых, User Guide. Ну, в общем, неинтересно. Гарантия. Круто, что она вообще есть. И, ну, я не знаю, распространяется ли, возможно, BandKit на гарантию, но, тем не менее, это преимущество по сравнению с китайскими телефонами, где с этим совсем плохо. Но самое забавное находится в этих пакетиках. Здесь у нас с вами... Микро-USB на USB кабель зарядки. Собственно, сама зарядка, которая повторяет по дизайну то, что из себя представляет современная зарядка не айфона, если вы подумали об этом, а скорее самсунга. Или что-то в этом роде. Сбоку вот так все это втыкается. Это такая стандартная тексет китайская зарядка, как у всех. Гарнитура. Давайте ее откроем, посмотрим, что за гарнитура. Есть ли там микрофончик, например. Черное все, к сожалению, не белое. Да, тоже такие, ну, среднепаршивые наушники, которые, ну, со скрипом можно назвать, наверное, ничего для такого телефона. Но самое, конечно, впечатляющее, это вот в таком пакетике скрепочка находится, которая позволит нам устройство открыть и до сим-лотка добраться. Но давайте будем честными. Комплект, поставки, функции телефона, все это вторично по большому счету, хотя сердцем устройства является процессор Mediatek MT6582, набирает в Antutu 18 тысяч баллов. Да кому это по большому счету интересно? Устройство стоит 12 тысяч рублей, и обладает всеми функциями устройство за 12 тысяч рублей. Плюс-минус 1 гигабайт памяти, 8 гигабайт встроенной и так далее. Главная фишка, которая будет его продавать, конечно же, это потрясающее сходство с iPhone 6. Действительно, если я вот так поверну телефон, то фигушки вы с первого раза отгадаете, iPhone это или нет. Очень-очень похоже. Единственное, что выдает его, конечно, отсутствие яблока, но за это прилетело бы по шапке. Микро-USB разъем снизу. Может быть, не такой плотный цвет, как у оригинала. Здесь он прям Space Gray, здесь больше похож на алюминий. Кнопочки тоже такие более алюминиевые. Нет переключателя Mute, который есть в оригинальном устройстве. Но если докапываться, то видите, окантовка камеры, она более черная в оригинале. Здесь она тоже алюминиевая. Ну и, конечно, на лицевой панели нет у нас с вами клавиши Home, хотя она одна, по крайней мере, в Android это встречается не то чтобы очень часто. Это бывает, и это, мне кажется, удобно, кстати, потому что два раза нажал, вышел в Home, подержал, и у тебя открылось там какие-то управления виджетами, опять же. Ну, в общем, все достаточно удобно. Три кнопки в Android, по большому счету, и не нужны. Здесь установлен 4.4.2, в принципе, работает достаточно шустро. И, как я сказал вначале, я считаю, что главным плюсом этого устройства является то, что здесь не стоит никакой оболочки, которая пыталась бы сделать из него iPhone. Все достаточно честно. Вот такой Android. Пожалуйста, пользуй свое удовольствие по мере возможностей. Хотел вам показать, что тут с играми. На примере Dead Trigger 2 World of Tanks, но понял, что все это тлен. Нашел в топе Google Play симулятор маршрутки. Мне кажется, в такие игры на таком устройстве нужно играть, причем это очень концептуальный продукт. Он переносит нас как бы в подсознание водителя, который находится в горах, а вместо пассажиров зеленые квадраты. И это очень философская игра. К сожалению, мы проиграли. Что мне не понравилось с точки зрения железа устройства, даже за 12 тысяч рублей всего 8 гигабайт встроенной памяти. На некоторых сайтах я находил информацию в характеристиках о поддержке карт памяти. На самом деле их здесь нету, конструкция монолитная. И как у оригинального iPhone, единственное, что открывается, это лоток сим-карты с помощью специальной скрепки, над которой мы угорели в самом начале обзора. Какие еще минусы я вижу у этого весьма странного телефона? Ну, во-первых, отсутствие LTE. Хотя напишите в комментариях, может быть, это не пацанская функция, никто им активно не пользуется для мажоров. Хотя я считаю, что сегодня это уже стандарт. Ну и экранчик при 4,7 дюймов, всего 540 на 960 точек, маловато будет. Хотя главная его особенность, это дизайн, повторяющий iPhone 6, и я еще раз это скажу, это то, что будет его продавать. Да и когда я стал смотреть, что у него с конкурентами, оказалось, что есть китайцы, которые предлагают за эти деньги, за 12 плюс-минус тысяч рублей, железо получше, но они либо страшные, как мой сон, либо тяжелые, ужасные, либо это все уже совсем другой уровень, да, соответственно, другие деньги. Поэтому оказалось, что кроме дизайна, это еще и плюс-минус сбалансированное решение. Я его не хвалю ни в коем случае. Я вообще считаю, что нужно покупать устройство либо iPhone, либо не в поддельном его дизайне. Но есть люди, которые хотят, чтобы он совмещался с оригинальными чехлами, вот такого вот типа. И вообще, нафига им переплачивать? 12 тысяч рублей их устраивает, похоже на iPhone, девчонки визжат, и вообще все круто. А здесь еще и Android. Вообще красота. Ну, мне кажется, что это извращенный такой достаточно подход к выбору девайса, но, как показывает практика, видимо, не просто так это сделано, пользуется каким-то успехом. Ну, еще раз напишите в комментариях, что вы об этом думаете, просто потому, что это не подделка под iPhone, это именно имитация. Достаточно забавное такое вот пограничное решение. Мне оно кажется своеобразным, но при этом имеющим право на жизнь с определенными оговорками. Можно ли назвать этот тексет антикризисной заменой iPhone 6? Конечно же, нет. Импортозамещение, все это звучит смешно, но и по дизайну он выглядит дешевле, да. Это, может быть, через видео не передается, но по вот тактильным ощущениям, да, алюминий, все вроде то же самое. Даже весит ровно примерно столько же, ровно примерно столько же, но все равно ощущается по-другому, в том числе и за счет того, что нету вот этих вот замечательных покатых краев и не уходит экран в корпус. Но! Я вообще хотел девайс уничтожить в своем видео, сказать, что ааа, копия-подделка, ха-ха-ха. Но оказалось, когда я его потыркал в руках, за 12 тысяч рублей вполне себе нормальное устройство с гарантией YNOT. Единственное, что в моем понимании, то, что он похож на iPhone, это скорее минус, но для остальных совместимость с ай-чехлами и общее сходство дизайна, конечно, будет главным и решающим фактором покупки. Но я бы все равно рекомендовал стремиться к оригинальным продуктам. Вот такая вот замечательная фиговина у меня сегодня побывала на тесте. А с вами был Вилсаком. Подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, Инстаграм. Совсем скоро MVC 2015, откуда я буду рассказывать вам о всем самом интересном в мире мобильных устройств. Пока! Теперь осталось дождаться, когда TechSet выпустит реплику на iPhone 6+, и моя миссия на этой земле будет завершена.